Представляете, несмотря на то, что Новый год прошел, Дед Мороз продолжает радовать нас подарками. И под елочкой в этот раз Гриша нашел два вот таких набора. Это игра, по-моему, детский тетрис, деревянный. Нужно собирать вот так игрушечки. Вторая игра это деревянный пазл. Да, вот такие морские рыбки здесь. Будем с тобой собирать? Сейчас мы с Грини все откроем. И пособираем. Тут даже целая инструкция есть. Так, ну это понятно, что как вкладыш можно играть. А еще можно играть, обводить как трафареты и разукрашивать. Игра, да, нет. Разложи фигурки и загадайте одного обитателя, например, того, кто находится посередине. А, типа, кто находится в середине, кто справа, кто слева. И тем самым учить. Вот, кто лишний. Там, например... А, если разные купить игры, там, кто лишний. Вот тут птица. Ребенок должен догадаться. Но у нас только один наборчик. С морскими обитателями. Ой, это тоже классная игра. Вообще, нужно подбирать. Ой, они еще двухсторонние. Ой, класс. А, смотри, тут можно прям кафе курку спрагнуть. Это утка. Кря-кря. Утка. Кря-кря. 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 Все собрали. Молодцы. Давай, опять. Еще. Достала из морозилки куриную грудку. Хочу приготовить супчик куриный вкусный. И достала еще индейку. Буду готовить гуляшек. Ну, или что-то типа второго. Уже нарезанная индейка. Кусочками прошли. Ну, просто приготовить. Еду я сейчас за Кирюхой. Хочу вам показать дорогу. Сейчас вот магазинчики проедем. И просто не видно ничего. Как будто я еду в пустоте. Просто еще на улице 0 градусов. Ну, плюс 1. Это сейчас за городом просто 0. Даже, может быть, за городом минус 1. А в городе 0. Точнее, в городе плюс 1. Метель, туман. И сразу все тает в кашу. Я двигаюсь со скоростью... Вот сейчас 50. До этого я ехала со скоростью 30-40 км в час. Ну, при такой погоде я в своих способностях не очень уверена. Поэтому чем медленнее еду, тем мне безопаснее. Еду Кирюху забирать. Ну, кстати, дорога почищена. Я думаю, здесь будет хуже. Но это еще посмотрим. Сейчас мы свернем туда в поселок. Туда в дачный поселок. Посмотрим, как там будет дорожка. Вот это зимушка-зима. Это я на дальнем. Это я на ближнем. Это я на дальнем. Ну, вот сейчас, если будет встречная машина, как мы будем с ней разъезжаться? Кто-то из нас поедет в сугроб. У нас Кирюшка заехали в Перекресток. Купили продуктов. Наконец-то. Наконец-то сын у меня домой. Кирюш, пойдем мне по снегу. Сын дома будет хоть один денек. Спустя все каникулы Кирюшка возвращается. По дому-то хоть соскучился? Нет? Ура, Кирилл пришел домой. Закупились мы продуктами. Так как продуктов у нас уже в холодильнике почти не осталось. У нас все подъедено, все съедено. И в Перекрестке, конечно, есть спецпредложения. Но в целом, мне кажется, что денег я оставила больше, чем я оставляю в обычном магазине. Хотя, может, и так же. Не знаю, мне просто показалось, что как-то... В итоге вышел больше чек средний. Не знаю, может, просто я давно не была в магазине. Так. Значит, в Перекрестке деревенское яйцо. Есть в Ашане еще есть село Зеленое. Вот это да! Тихо-тихо, держись! Наконец-то Кирюшка домой вернулся. Тихо-тихо, мне страшно! Кирюша, пожалуйста, мне страшно! Марка Село Зеленое. Взяла деревенское яйцо. Две упаковки. И, кстати, вот первый раз вижу, что продавалась курица. Тоже Село Зеленое. Я люблю эту марку, поэтому в моих закупках много товаров этого бренда. Я взяла филешку куриную. И она была по спецпредложению, там что-то 200 рублей за килограмм. Но это нормально, потому что филешка обычно 260-270 стоит. Не грудка, а именно филе. Филе бедра взяла для котлет. Наверное, сейчас пока заморожу. Я сегодня уже размораживала курочку, поэтому это я пока заморозку кинула в морозилку. Идем дальше. Там нет сыра Хохландо в Перекрестке, поэтому взяла попробовать вот такой. Мягкий сливочный сыр без консервантов, ароматизаторов. Попробуем, что за сыр. И взяла, что это? Белая дача. Микс. Так, Леон. Микс сладкий, хрустящий. Потом Цезарь. Микс для классики салатов. Вот этот мне не понравился. Мы сейчас его открыли. Микс с благородной горчинкой. Какая там благородная. Это капец, как он горчит. Вот такой мне не понравился. Называется Аликанте. Его не надо, этот салат мыть. Он уже готовый. Просто добавляете, вот, например, Цезарь, да? Добавляете эту паковочку. Дальше куриную филешку, сухарики, соус. Все готово. На 4 порции, на 3 порции. Вот на 4 порции. Вот этот я больше брать не буду. Тут фресе, радичо и айсберг. Дальше. Все, продолжаем закупку марки Село Зеленое. Российский молодой сыр. На 200 грамм 100 с чем-то рублей стоило. 140 рублей, вот точно я помню, стоило масло. Благодаря моим девочкам, которые меня смотрят, вам. Девочки, кто мне писал, что масло надо брать только 82,5% и выше. Меньше масла я теперь не беру. Так что многому я учусь у вас. Часто ваши комментарии, кстати, очень полезны. Вот, благодаря вам масло теперь покупаю только 82,5%. Вот, кто не знал, хорошее масло в такой процентно. 72 и ниже, это уже, вот девчонки пишут, что лучше не покупать. Овощи. Капусту взяла китайскую. Вот, например, килограмм 93 рублей. Рубля за килограмм здесь на 86. Бананы, по-моему, 58 за килограмм. Помидорки взяла. Киви по 90, там что-то там рублей килограмм. Хлебцы ржаные щедрые взяла. Вот мне нравятся не тонкие, они такие плотные, ржаные. Есть такие тоненькие-тоненькие, мне вообще не нравятся. А вот эти толстенькие, вкусные. Так, белёвская пастила, 120, по-моему, рублей стоило. Грише понравилось, мы в гостях были у моей подружки. И он с удовольствием этот десерт ел. По-моему, здесь в составе даже сахара нет. А, блин, здесь есть. Чуть я не посмотрела. Яблоки, сахар и белок. А есть в составе просто яблоки и яичный белок без сахара. Вот, короче, здесь вот оказывается. Ха-ха-ха, я не посмотрела на состав. Лаваш, батон и креветки. Я их в основном использую для завтрака, для омлета. Надо их, кстати, убрать, они уже размораживаются. 390 рублей килограмм. Хорошая цена. Правда, очень мелкие, но и цена прикольная. И взяла себе средство для мытья посуды. По-моему, 105 рублей они стоят. Я вообще перешла на Синергетик. И посуду мою только им. Вот такой. Кстати, можно еще мыть овощи и фрукты, написано. Я верю, что это экопродукты. И, кстати, он есть на, блин, как называется, приложение, в котором только все экопродукты. Короче, классное средство. Не сравнить с Ферри, с АОСом. АОС химозный, Ферри химозный я уже вообще не покупаю. И не смогу, наверное, никогда к ним вернуться. И Кирюха взял себе еще боржом и минералочку. Вроде бы все показала. Это вся закупочка продуктов. Вот и заканчиваются каникулы. Честно говоря, ну не могу сказать, что быстро прилетели, но... Но пролетели эти каникулы. И уже буквально завтра уже в школу. А нам еще и уроки задали. И по-английскому, оказывается, вообще нам целый диалог надо выучить. Я потом узнала только сегодня. Я вообще не заглядывала еще в уроки. Но хорошо, что у нас английский во вторник, поэтому до вторника... Ай, блин, Гриша прям по ноге мне шнула. До вторника у нас еще есть время выучить. Не все потеряно, да, так скажем. Гриша у нас завтра идет, записан к врачу. Мы пропили курс, мы все-таки пили антибиотики. Без антибиотиков у нас не получилось вылечиться. С 18 декабря Гриша болел. И наш педиатр нам прописывал дышать беридуалом, прописывал что-то еще. Но его не помогла, Гриш, не помогла терапия, которую он нам прописывал. И вот пока мы к нашему врачу не сходили, так мы и болели. У нас беда. У нас беда? У нас беда. Наш врач уходит в декрет. Я об этом... Игет кработов. В декаботов. Смотреть кработов? Да, она уходит в декрет смотреть кработов, точно. Против фиксик. Уходит в декрет. И... Кработов. Нам теперь нужен другой врач. Врач. Что нам делать теперь? Что нам делать, Гриша? Делать. Что делать? Не болеть нам? Нам нужно быть здоровыми, да? Чтобы нам не пришлось вообще никому обращаться. Она нам посоветовала, кстати, очень хороший иммуномодулятор. Мы попробуем его пропить. Он не дешевый. Но я посчитала... Там, по-моему, 10 таблеток стоит, или 20 таблеток стоит 800 рублей. Но я посчитала, вот сколько мы за обращение к врачу платим, и сколько мы платим за лекарство, нам будет дешевле пропить иммуномодулятор, если он будет хорошо действительно работать. И, ну, поддержит иммунитет Гриша. И походим в слюнную пещеру. Кажется, да, он дорогой, но, опять же, говорю, как мы с какой частотой мы болеем, дешевле пропить иммуномодулирующее средство. Кирюха у нас сейчас второй лекопит пропил. Артем пьет из Миген. А вот Гриша ничего такого модулирующего не пьет, но сейчас мы одолечимся и будем... И, скорее всего, Грише подняли, как идет садик. Вот, такие дела у нас. Все по садам, все по школам. Так что начинается наша... Продолжается наша активная жизнь. Я планирую идти в спортзал. Все будут работать, пахать, готовиться к лету. Начинаются наши обычные будни. Дети меня позвали на экскурсию в свой новый дом. Можно к вам заходить? Тук-тук-тук. 100 рублей за экскурсию. Вот этот шатер. Ничего себе. Ку-ку. Кто в теремочке живет? Тук-тук. Киря. Киря? Кто в теремочке живет? Кирилл. Еще и Кирилл. Вы тут живете? У вас новый домик? Да. Ну, классно. Мы придумали. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Теремочки, кто живет? Классный у вас. Молодцы. Хороший у вас домик. Красивый. Красивый. Редактор субтитров a kids pays. КОНЕЮ. Продолжение следует...